Главная цель диспансеризации – это профилактика развития опасных болезней. Ее ежегодное прохождение поможет выявить факторы риска и обнаружить патологию на ранней стадии. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях и заболеваниях легких. По смертности они занимают лидирующие позиции. В диспансеризацию включено несколько обследований. Обязательно проверяется холестерин, уровень сахара крови, пациенту проводится ЭКГ, пациенту измеряется рост, вес. И по всем этим показателям доктор дает уже какие-либо рекомендации, что нужно отказаться от курения, что нужно снизить вес. Также врач может прописать препарат или подскажет, как предупредить развитие заболевания. Если пациенту требуется дополнительное обследование, его отправляют на второй этап диспансеризации и на консультацию к узким специалистам. С возрастом риск развития хронических заболеваний возрастает. И после 40 лет диспансеризацию надо проходить ежегодно. Но и более молодым пациентам врачи советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Профилактикой нужно заниматься с молодого возраста. Не ждать, когда исполнится 50, 60 или 70 лет. Даже если нет особых проблем со здоровьем, нет каких-то наследственных факторов, нет предрасположенности какой-либо. Но пациент всегда может пройти и раз в год пройти профилактические мероприятия. Обязательно это нужно делать. Записаться можно через колл-центр 95511 или на портале пациента КБ номер 50. Напомним, по закону в день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один выходной день. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет раз в 3 года старше 40 каждый год. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.